Руки Глэсиас, фичеринг Сиэра, Taking Back My Love, в эфире Лав Радио. Беспощадное интеллектуальное шоу. Народ против звезд. Напомните, пожалуйста, мне какой у нас счет, дорогая Анна Семенович. 9-2, я все помню, меня не обманите. В нашу пользу, между прочим. Слушай, сейчас будет защитник всех угнетенных и нуждающихся. Игорь, мастер боевых искусств из города Тулы. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Не хотите пойти в тело хранителя Канни Семенович? Еще, еще, еще раз. Я, впрочем, вас плохо слышу. А это не наша вина, Игорь. Это у вас биополе сильное. Помехи создаете. Я говорю, Игорь, не хотите охранником Ани Семенович стать? Ой, вот знаете, с удовольствием. Очень люблю вот эту девушку. Ну, знаете, как-то творчество не особо, но вот внешне просто красавица. Слушай, ну она еще у нас, кроме того, что птичка красивая, она еще и певчая. Обязательно в конце часа поставлю чудесную песню Аны Семеновича. Ну, куплю. Вот сейчас услышал про слухи, обязательно скажу завтра. Спасибо. Попробую в день в машине слушать. Прекрасно. За это вам будет поблажка и не очень сложный вопрос, я так понимаю, да? Ну, спортивный, на спортивную тему. Да, вы как спортсмены найдете. Ну что ж, это единственный прыжок, исполняющийся с движением вперед, в силу чего в нем не целое число оборотов. Он назван в честь норвежского фигуриста, впервые исполнившего его в 1882 году. До сих пор никто из фигуристов не выполнял такой четверной прыжок на соревнованиях. Назовите его. Вы знаете, что я слышал, это вот это вот, на самом деле, в честь норвежского спортсмена. Сейчас вспомню. Так, у вас минуты есть как раз на это. Это из, ну, конькадерного. Нет, это из фигурного катания. Фигурное катание. Да. Там про фигуристов договорится. Ты, кстати, пробовала когда-нибудь? Этот прыжок? Да. Как? Как ощущения? Где болела? Прекрасно. Болела, вот знаешь, задняя поверхность бедра. То есть, правда, нереально-то сложный? Самый сложный? Ну, нет, он не самый сложный, но сложный. Очень. Ну что, Игорь? Ну, там всякие эти, аксель-максель, там что-то такое должно быть. Аксель-максель-шмаксель. Аксель-максель-шмаксель. Какой вариант-то, какой все-таки правильный? Ну, да я думаю, что это, там какой еще, вот аксель, вот. Да есть еще тулуп. Ридбергер. Шуба. Флип. Ну что? Как-то, да, вот мне подкатывает. Сальфов. Игорь, вы уже назвали правильный ответ, но остановитесь только на нем, вас понесло. Все, аксель, да, аксель, точно. Там очаровательная девушка подсказывает. Очаровательная фигуристка подсказывает. Фигуристка, наверное, рядом. Это правда аксель. Это тетя, это тетя подсказывает. У вас Татьяна Анатольевна Тарасова тетя? Тетя, да. Нет? Нет, 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 просто любительница всяких шоу на Первом канале. А-а-а, вот как, понятно. Игорь, я вас попрошу остаться на линии, сейчас вы будете задавать вопрос, но после рекламы договорились? Нам просто надо сейчас на нее уйти. Да. Договорились, все. Самое интересное впереди, готовимся, готовимся, трепещем, после рекламы вернемся. Тинчестрайдер номер один на волнах Лаврадио. Мы брали вынужденную маленькую паузу для того, чтобы собраться силами, собрать мозги, которыми пораскидывали тут хорошенько по студии вместе с Анной Семеновичей, у нас народ против звезд. Игорь и стулы на линии. Игорь, алло. Здрасте. Здрасте, еще раз. Сейчас очередь ваша задавать вопрос. Да, вы на самом деле разорили мой мобильный телефон этим ожиданием, где же стулы звали. Игорь, простите, пожалуйста, нас. Да, конечно, не очень приятно. Но мы вам ничего не можем возместить. Игорь, прошу прощения, задавайте вопрос. Мы быстро проиграем, обещаю. А, да. Мы задимся без боя. Вы знаете, в Японии существует кодекс чести самураев. Я думаю, вы слышали, наверное. Называется он Бушейдо. Скажите, как переводится? Очень легкий вопрос. Как переводится слово Бушейдо? Бушейдо. Это роллы с лососем? Нет, а он переводится одно слово или несколько? Это два слова. Какой-нибудь путь самурая. Путь самурая, да. Ну, что-то такое. Смерть врагу. Смерть врагу. Правда за нами. Правда за нами. Давайте еще какие варианты. Мы думаем. У нас минута уже даже меньше. Бушейдо. Бушейдо. Ну, вы про военных японских читали? Про японских военных? Я каждый день про них читала. Вы знаете, с утра прям стою. И начинает. И читаю. И как заведенная. И не может остановиться. Ну, а вот каратэдо когда-нибудь. Слушали, что такое каратэдо? Это вам как подсказка. Слушайте, мы думаем. Бушейдо. Ну, вот путь, дракон. Ну, путь точно. Мне кажется, что у них все связано с путь, 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 путь друга, путь воина, путь отца. Путь воина? Путь воина? Ну, похоже, вот... Путь воина, кстати, да. Может быть, как вариант. Путь воина. Да. Все может быть. Я не представляю. У вас еще вряд ли. Ну, между путь воина и суши мы, наверное, выберем путь воина. Ну, все, окончательно. Да, Игорь. Это наш ответ. Мы просто не знаем, о чем больше думать. У нас время кончается. Путь воина, да. На самом деле, путь воина. Правильно, правильно. Ура! Да! Браво! За это снимайте с себя черный пояс и вешайте на Анну Семеновичу. Что говорите? А когда денежки на телефон будут? Они придут к вам в ночь с 31 на 1. Дед Мороз принесет вам. Постучаться к вам в дверь. Игорь, спасибо вам большое за то, что вы такой юморной и шикарный человек из Тула. Да, спасибо. Все вам хорошо. Все, пока. С какой счет у нас? 10-2. 10-2. 10-2, Анна Семенович. Я бы даже сказал, без особых каких-то потерь двигается по нашей сегодняшней игре. Ну так, да. Слушай, давай маленькая пауза, а можно даже без паузы, можно сразу поиграть. Хочешь? Как скажешь? Давай, я скажу, что сразу возьмем звонок. Алло. Алло. Алло, алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Роберт зовут. Как? Роберт. 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 Прекрасно. Вы правила знаете, Роберт? Да, да. Я вот Альмитич Кула все знаю. Я современный. Я рад за вас. Роберт, ну тогда держите вопрос. Может, вам музыкальный вопрос задать, Роберт? Давайте. А ну, давай, музыкальный давай попробуем. Давайте. Скажите нам, пожалуйста, как называется группа и как называется песня. Это одна из любимых композиций Анны Семеновича. Сотрывок мы послушаем в эфире, а вы нам скажете, кто это. Как же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, как все, счастье себе прошу. Роберт, что-то знакомое для тебя услышали? Нет. Ну, послушайте еще. Ну что, современный вы наш, Роберт? Кто это? Это я, наверное, запомнилась. Может быть, что-нибудь блестящее? Нет, не блестящее. Ну, что-нибудь такое. Не блестящее, а матовое. А что же такое не блестящее у нас есть на эстраде, скажите? Слушайте, ну, эту группу мы вам подсказываем, Роберт. Маша Малиновская, что ли? Это такая группа Маша Малиновская? Ну, может быть. Нет, нет, нет. Есть Маша, а есть ее вторая половина Малиновская. Слушайте, Роберт, ну вы сдаетесь? Да. Ай. Это была группа Астудио. Знаете, такой группа? Даже как все, потому что даже слова этой, вот в словах звучит название этой песни. Роберт, ну ничего, спасибо вам большое за игру, нам было очень приятно вас обыграть, если честно, потому что мы не ожидали, что так вот не найдется ответ на этот вопрос. Да, честно. Одиннадцать два. Одиннадцать два, как приятно. Слушай, да не ожидаешь, где найдешь, где потеряешь. Где потеряешь, ты же понимаешь, да? На сложные вопросы ого-го, как и на легкие совершенно нет. А на легкие, вот, да. Маленькая пауза, после чего, друзья, мы выходим на финальную пятнадцатиминутку. У нас до завершения эфира всего ничего. Два звонка, наверное, всего мы успеем принять. Два звоночка, думаю, да. Ужас, звоните немедленно, послушаем группу Молоко. Молоко, свиный бэк, на Волнах Лаврадио в программе «Народ против звезд». Сегодня против тебя сражается Анна Семенович, одиннадцать два, наш промежуточный результат. Есть Алексей из города Люберцы, он готов с нами посостязаться. Здравствуйте.